и снова здравствуйте всем привет давайте вставим значит вот этому персонажу кости так единицы на нампаде shift а сочетание клавиш арматура сингл бон или можно выбрать вот это тоже тут вот арматура сингл бон можно использовать в это значит арматура и уже есть базовые вот они кошка лошадь шар но они мне не нравятся именно вот эти риги не очень так теперь выбираем кость ставим видимость во вьюпорте in front спереди заходим в edit mode выбираем кость с уменьшаем тройка на нампаде перекручиваем значит косточку с помощью mov опускаем доводим до таза чуть-чуть повыше вот так это значит поближе к хвосту следующая кость это у нас на хвост уходит английская е левый щелчок мыши alt p clear parent отсоединяем через shift левая кнопка мыши выбираем кость таза ctrl p keep offset присоединяем ее привязываем ну и давайте так значит отведем еще несколько костей на хвост так теперь тут вот какая штука я хочу сделать отдельные вот эти косточки значит получается вот таким образом вытаскиваем кость alt p clear parent и отсоединяем ее вот от этой кости через shift присоединяем ctrl p keep offset так теперь продолжаем е е доводим до сгиба до ключицы дальше цельная можно побольше сделать почему то что ну здесь чисто до шеи нужно довести косточку вот так ну а теперь шейные вот эти кости и кость головы так отсоединяем вот эту кость alt p clear parent и присоединяем ее к этой ctrl p keep offset следом вот эту отсоединяем ctrl p так alt p clear parent и присоединяем к этой ctrl p keep offset так это кость проверяем привязанная 것을 проверяем привязана ctrl z теперь значит эта кость отвязана все вот это часть должна быть у нас полностью отвязана вот все и привязаны к костям нормально так теперь сразу делаем и косточку. Alt-P Clear Parent. И по прошлым роликам это будет у нас челюсть. R S И вот сюда ее подставляем. Так, вяжем ее на голову через Shift-Ctrl-P Keep Offset. И делаем ей дубляж. Shift-D на нос. Вот сюда. Все, она тоже привязана к голове. Теперь Shift-D. Делаем одну косточку сюда. Так. Ctrl-Z R английское подкручиваем. И Shift-D делаем еще одну кость. Нижнюю вяжем на нижнюю челюсть. Это будет Ctrl-P Keep Offset. У нас привязываются зубы. А эту вяжем на верхнюю. Ctrl-P Keep Offset. Следующий этап у нас выходит плечевой сустав. Вот этот. E вытаскиваем косточку. Единица на нампаде. G чуть-чуть пониже. Так. Alt-P Alt-P Clear Parent Тройка на нампаде. И вот эту кость. Вот эту косточку 7-рка на нампаде. Желательно как сделать? Так. R перекрутить вот таким вот образом. Тройка на нампаде. G И подставить где-то вот сюда. чуть-чуть уменьшить. Эту чуть-чуть значит вбок вот к этой части. Даже нет. Наверное, чуть-чуть поближе сюда. Ну, а теперь лапа. E Так. Это вот сюда. Так. Теперь E сюда косточку вот на эту щекотку. Так. Чуть-чуть и вбок. И вот эту косточку тоже вбок. И вот эту часть тоже. Вот так. Тройка на нампаде. Еще косточку E Так. Ctrl-Z Низ кости выбираем значит E Еще косточку вытаскиваем и косточку на самуто на пальце. Следующая у нас управляющая кость будет вот здесь. Вот. Чтобы управлять отдельно вот этими изгибами и Inverse Kinematic влияла только вот на эти две кости. Эту кость теперь Alt-P Clear Parent отсоединяем и привязываем ее значит вот эту косточку вот эту через шифт к этой Ctrl-P Keep Offset А эту кость вяжем к позвонку Ctrl-P Keep Offset Делаем Делаем Shift-D Дублируем косточку и вытаскиваем ее на таз вот сюда тут тут чуть-чуть нужно повыше поднять так теперь E вот сюда кость так эту значит пониже где-то вот сюда и эту косточку на цельную и на мелкую на пальцы управляющая здесь будет именно уже снизу здесь получается E Alt-P Clear Parent и вот эту косточку вяжем на вот эту Ctrl-P Keep Offset вот эту кость вот можно еще поделить допустим правая кнопка мыши и Subdivide нажимаем чтобы у нас мягко тут все перекручивалось пальцы вот эти и тогда вот эту кость маленькую вот эту вяжем на эту через Shift Ctrl-P все она привязана так 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 что еще можно сделать так можно еще на уши поставить косточки единица на нампаде E Alt-P Clear Parent R английская перекручиваем ротация подставляем значит вот эту косточку G к виску и выводим к уху так единица на нампаде E цельную вытаскиваем эту косточку привязываем голове Ctrl-P Keep Offset так ну пока я не буду делать веки глаза пока вот чисто RIG на движение сделаем потом уже может доработаю ставлю на веки на глаза кости тоже выбираем одну сторону полностью вот этих костей вот ухо тоже выбираем смотрим чтоб не забыть никакую кость единица на нампаде и значит правая кнопка мыши Mirror X Global и перетаскиваем ее сюда так а ну-ка Ctrl-Z шрифт D щелчок правая кнопка мыши Mirror X Global забыл сдублировать вот так так теперь что нам понадобится тройка на нампаде вот здесь вот будет работать плечевой вот этот пояс передний нужно здесь поставить тоже косточку значит это Е вытаскиваем кость для чего чтобы грудина не провалилась вот сюда вот так как-то раз есть вот такой вариант установки и здесь назначится веса и будет все нормально но я хочу сделать вот таким вот образом значит G и подвести поближе вот к этой кости чтобы значит вот здесь вот не гнулась возле груди так эту кость я привяжу опять же к позвонку Ctrl-P Keep All Set и сдублирую Shift-D правая кнопка мыши Mira X Global Ctrl-Z Ctrl-Z выбралась и позвоночная осталась так вот так значит идите что так так Shift-D X Global и поближе сюда значит что еще можно сделать значит вот здесь тоже будут изгибы вот здесь я хочу вот эти вот косточки чуть-чуть припустить но нужно их еще немножко развести вот сюда в эти стороны вот так а здесь от тазовой кости так единица тройка на нампаде вот от тазовой кости E вытянуть кость одну хотя бы для чего чтобы ну опять же задница не не ломалась Alt-P Clear Parent отсоединяем тройка на нампаде делаем S делаем чуть-чуть G подводим к заднице попала она сюда ну вроде бы да и теперь вяжем на таз Ctrl-P и полсет угу так тройка на нампаде две косточки вот эти уводим вглубь вот сюда ну вроде бы и все можно еще поставить косточки ориентир на которые будет ориентир именно вот этих вот колен да вот этих изгибов ну сейчас попробую настроить по другому Rig ну все дальше погнали это Object Mode выбираем кости Ctrl-P Width Automatic Widget вяжем нашего кота на Rig выбираем зубы и выводим зубы вперед так эту верхнюю челюсть на эту косточку вот так на эту на нижнюю вроде все так выбираем вот эту челюсть вот и через Shift косточку Post Mode выбираем кость вот эту Ctrl-P Boom Следом Object Mode выбираем нижнюю челюсть через Shift косточку Post Mode теперь к этой кости вяжем Ctrl-P Boom так ну и все теперь настройка Riga Post Mode заводим значит опа это не есть good так отсоединяем эти кости так Object Mode Set Origin 3D геометрия выбираем кости и заходим в Edit Mode поднимаем кость повыше так эту косточку вяжем к нижней челюсти Ctrl-P она привязана что за фигня давайте ее удалим Shift D S и перевяжем к этой кости Ctrl-P Keep Offset Object Mode выбираем наши вот эти зубы и нажимаем Alt-P так подождите Alt-P трансформация долой Alt-P Clear Parent ну и с этой тоже такая штука почему так получилось ну возможно когда я сделал привязку рига к персонажу зубы находились внутри и они тоже привязались вроде как так теперь заново перевязываем это значит Post Mode Alt так Ctrl-P Boom Непонятно так ладно сейчас Ctrl-P вон подожди 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 Ctrl-P Бомб это Костик опять привязал значит перевязанно ну давайте перевяжем там персонажа на кости Ctrl-P with automatic widget Alt-P пи-клеер-парент и перевяжем ее на эту Ctrl-P keep Ctrl-Set Alt-P Ctrl-Z по смотру вяжем значит к этой кости Ctrl-P вон и вставляем в нашего персонажа зубы ну как-то так-то так это вот это зубы теперь настраиваем ходьбу так выбираем управляющую косточку ноги через Shift выбираем следующую кость Ctrl-Shift C Inverse кинематик и ставим влияние на две кости проверяем что получится нормально получается даже ребра работает туда она будет добавить еще косточку так теперь это кости вот это через Shift Ctrl-Shift C добавляем C добавляем так Copy Location вот так через Shift Ctrl-Shift C Copy Location а эту косточку управляющую через Shift на Inverse Kinematic Ctrl-Shift C Copy Transform и там на трансформацию ставим Local White Parent Local White Parent так G Ctrl-Z не ту выбрал G О уже нормально Ctrl-Z попробуем на Inverse Kinematic поставить три кости влияния а ну-ка вот так будет получше наверное тогда здесь сейчас еще одну косточку поставим ну и та же настройка здесь Ctrl-Shift C Inverse Kinematic ставим влияние на две кости так давайте тут пока тоже на две Ctrl-Shift C Copy Location и здесь значит Ctrl-Shift C Copy трансформация Local White Parent Local White Parent или Local Space можно ставить на три ставим на три кости нормально настраиваем настраиваем с этой стороны Ctrl-Shift Inverse Kinematic на две кости это сюда через Shift Ctrl-Shift C Copy Location выбираем управляющую кость через Shift убираем Inverse Kinematic Ctrl-Shift Copy трансформация и опять же Local White Parent Local White Parent Так эта штука настроена давайте теперь хвост настроим Object Mod Edit Mod Тройка на нампаде еще одну косточку вытащим вот отсюда Так что такое Alt-P Clear Parent и вяжем к этому Ctrl-P Keep Keep Offset Object Mod перевязываем весь Rig Ctrl-P Так подождите еще одну кость я не добавил уже сразу тогда Alt-P Clear Parent S уменьшаем G подставляем ее значит поближе к этому клопатке вот сюда где-то CFD топируем дублируем и X Global переворачиваем вот сюда вот сюда вяжем вот эти две косточки к позвонку Ctrl-P Ctrl-P кип Offset Object Note Перевязываем перевязываем убираем персонажа через shift убираем кости Ctrl-P with automatic widget убираем убираем кости заходим в Post Mode выбираем вот эту кость следующую Ctrl-C C делаем inverse kinematic так здесь я таргеты удалю а ну-ка Ctrl-Z Ctrl-Z и добавим влияние раз два на три кости на четыре нормально пойдет так настройка есть что у нас с лапами G лапы ходят что у нас с приседанием опа так заходим в Edit Mode и привязываем сквозь Ctrl-P и offset так кушаем так уши привязываем пост мог тройка на нападе а ну-ка давай-ка все нормально итак вот такая настройка кота в следующем ролике буду пробовать анимацию все всем пока до свидания